Чай, кофе, поесть. Я уже съела стакан воды. Отцы и дети. Вечная проблема поколений. Она и стала основой спектакля столичного Бутырского театра. Команда из профессиональных актеров, режиссеров, авторов и сценаристов гастролирует по всей России около пяти лет. Своё творчество демонстрирует преимущественно спецназовцам, уфсиновцам и сотрудникам других спецслужб. Частное камерное объединение содержит Бутырка, крупнейшая московская тюрьма для сотрудников которой и создавался театр. Зачастую сотрудников приводят в приказном порядке на спектакль. Но удовольствие лично для меня в том, что они увлекаются тем, что происходит на сцене и смотрят спектакль, не думая о том, что он закончится, и мы пойдём сейчас домой. Главный герой, которого играет Антон Шварц, сценарист детского кино. По сюжету персонаж уже много лет не работает и живёт в своём загородном доме. Но внезапное возвращение дочери, с которой он не виделся 16 лет, меняет его привычный ритм жизни. Проблема творческого кризиса, проблема непонимания родителей и детей. То есть, мне кажется, это во всех возрастах актуально. Тема эта очень важная. И она близка многим из нас, и режиссёру, и некоторым актёрам. Вот эта фигура отца, которой нет в жизни, но которую хочется найти. В репертуаре постановки о войне, комедии и детские сказки, с которыми труппа посетила порядка 15 городов России ещё до пандемии. На Алтае театр впервые. Спектакль «Папа» дебютировал на барнаульской сцене. Сейчас появилась возможность вместо спортзала ходить в театры. То есть, это очень интересно. Это своего рода развитие. То есть, немножко в другом направлении уже, чтобы быть многогранной личностью, всесторонне развитой. Сегодня бутырских актёров оценит бийский зритель, а завтра – рубцовский. Ну а после труппа довольно экзотичного театра вернётся в Москву, домой, на территорию знаменитого тюремного замка. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком.